Второй судья Лаури Неста, номер четвертый, номер 4 Макаров, номер седьмой, номер 7 Шкарин, номер восьмой, номер 8 Джо... С вами на Мегаспорте. Здравствуйте, друзья. Интересный матч, и Спартак понес вынужденные потери, скажем, что не Спархор в суперлиге нашей Макаревич. Вот, перед началом этой встречи, третий матч Мундиолитов и первый матч для российского клуба. Поехали в красном Спартаковце. Команды, конечно, такие флагманы, да, командиры московские. Удары отражаются, и удары наносятся, и контратаки опасные. Да, начало такое. Но это войток. Отдевают вопросы Джордана. Пока-пока. А вот гол! Гол забивает Джордан. Вопрос задает Егор Еремеев. И Джордан отвечает. Да, Силва, отвечает Суарес Доливера Джордан, да. И танцы, замечательно все. Ну, спартакские болельщики и внешне очень напоминают. И здорово это все выглядит. Ну, и сейчас он забил, и как раз в трапную там еще один игрок появился, Клен Ходель из сборной Швейцарии. Но атакует между тем, Спартак... На длинных ногах здорово уходит Зимсков. Гол забивает Федор Зимсков. Продолжает свою эфирю, которая началась на чемпионате мира. Кто попадает Зимскову в тело, в голову, в ногу, в грудь. И возникнуть, ловит он кураж. Но здесь полупозиция оказался. Пас хороший был именно от зрячей. Вот посмотрите, посмотрел. С песка ловит мяч. Пласер такой. И Зимсков грудью по-бразильски пасный штрафной. На турнире этом еще не забивали со штрафного сегодня. И вот ударный мяч в воротах. Это делает наш нападающий, нападающий Спартака Федор Зимсков. Два мяча у него уже. Радость немножко, да, сдержит. Два мяча Федора Зимскова. Никто больше двух сегодня не забивал. То есть это тот был из сборной Англии. Еще и тренера известного. Но вот забивает он здесь. А Ремезов отдает передачу. Да, голевая передача. Первый его на Мундиолита. Макаров. Открывается Зимсков. Макаров бьет и штанга. Отличный пропит. Не успел. А вот удар Макарова, да, традиционный его. А еще Виталий, я думаю, не получит он все-таки. А хотя... Получает и красная. Вот такая... Вот так бывает. Виталия все написано. Разочарование, отчаяние. Уже разминается очень активно 12-й номер. Это Николас Штуки. Посмотрим. Это второй вратарь сборной Швейцарии. Такой второй третий, наверное. Но потери Сидоренко... Штуки. Ударный все-таки Жордан забивает свой второй мяч. По дублю с Зимсковым они сегодня делают. При тех событиях, что произошли, да, удаление Сидоренко, хэт-трик мы все-таки можем увидеть, да, я думаю. Ну, тогда кто? Жордан бьет по воротам, но здесь уже штуки отбивает. Уверен и не уверен, но здесь видел, куда летит мяч. И вот еще одна попытка бессиклетной пробили. Какая попытка, какой на этот раз удар и мяч ворота. Это Ахман Заде. Ему поднимать мяч категорически запрещено делать. Ну и, как я уже говорил, иранский футбол прогрессирует. И вот его живой символ этого прогресса. Великолепный удар. Пацан, наверное, в функциональной готовности в классе игроков. И еще, наверное, воровался, а краскопер собрался. Хорошо. Сыграет с командой, тем более игра комфортная. По счету, по игре все логично. Сейчас Макаров отдавал передачу и мяч. И... И... Зимсково! Все-таки я угадал. Федор оформляет первый хэт-трик свой на клубном чемпионате мира на Мундиале. Покойный за Зимсковым. Все-таки, да, не дает покоя. Джордану пробрасывает в середину. Бьет поворотом. И... Догнал. Догоняет. Догоняет. Догнал. 7-1. Ну, вот когда так футболист одной команды дня при таком развитии событий займет первое место в группе. Сейчас точно в стиле Робсона, да? Абсолютно. Абсолютно. И... Надо сказать, что в этой группе у спорта... Передача доходит до адресата. Вот Макаров, еще не забивавший. Выходит один на один. Бьет. Штюки. Шкарин будет подавать. Падает, но судья не дает свисток. Чуть-чуть с опозданием Федор показал. Вот удар хороший, но все-таки... Хороший удар получился. Да, но опять же атака угловой выполняет он. Заметил движение соперника. Пятка отдала. Вот и четвертый мяч. Зимскова. Эти он уже не празднует. Да, уже просто... После трех команды Егора Еремеев. Да, если бы я знал, что Браз Хоппер будет проигрывать 10 лет спустя 1-8, я сильно бы удивился. И на земского момента это было, наверное, 5-6. Алексей Павленко пошел в атаку. Бьет поворотом. И не забивает девятый. Но как же так могли отличиться и в девятый раз. Все сирена победы московского Спартака, друзья. Станислав Минин, Егор Еремеев были с вами. Продолжайте смотреть пляж. Добро пожаловать за этот флаж команды Миноскопом Цюниевым Штанцария. Добро пожаловать за данное место. Добро пожаловать за данное место.